изучать супер мега гипер знания которые просто доступны самым-самым только продвинутым людям в мире то есть у нас с вами просто огромная нам выпала радость большущая что мы можем изучать тору и конкретно то что мы с вами здесь изучаем это притчи царя соломона притчи царя соломона мишлей так что у нас сегодня ми шлей мишлей притчи глава первая глава 1 1 1 сентября первый раз в первый класс кто дойдет да а мы с вами уже в какой раз все глубже и глубже и глубже проникаем в мудрость великую мудрость царя соломона великую величайшую мудрость царя сама на проника мне все глубже и глубже потому что как мы сейчас узнаем он книгу писал именно для того чтобы изучали люди разных уровней то есть начинающие есть которые уже а еще такие опытные есть разные типы есть которые думают что они знают да вот сейчас до открывать есть я которые думают что они знают а есть которые разные для всех царь соломон там дал нам очень полезные вещи и так значит начинается книга мишли вот так она выглядит на иврите есть я думаю на это вот это именно издание с объяснением с комментариям веленского галона и малбима то есть это они разные мудрецы они абсолютно по-разному смотрят на мишлей почему потому что например веленский гаон он знал всю кабалу то есть он знал всю 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 тору но его интересовало больше всего именно вот самые верхние уровни как мы знаем что в торе есть четыре уровня понимания есть уровень который называется пшат простой смысл есть уровень который называется ремес намек есть уровень который называется драж это зашифровано есть уровень который называется сот это уже то что уходит совершенно в духовном мире как бы основа то что уже соединяет тору со всевышним вместе эти четыре четыре уровня называется пардес пардес это как на английском парадайз те же буквы пардес на иврите это сад но когда говорят пардес имеется ввиду райский сад это то место где был первый человек адам решен когда бог его сотворил это место называлось полное соединение со всевышним и полное понимание всего что в этом мире происходит то есть адам решен первый человек он был своей душой он был присоединен ко всевышнему своим интеллектом он был присоединен к душе и он постигал он был как бы как сказать если всевышний бесконечный потом он начинает себя с концентрировать по чуть-чуть да и создаются какие-то духовные миры и структуры потом вселенная галактики материальный мир и так далее и тут внизу появляется человек адам решен первый человек который является отражением всевышнего в этом мире и вот первый человек адам решен пока местом был в пардесе пока он был вот именно в полном соединении со всевышним он как раз и как всевышний создатель творец и хозяин всего мироздания он всем мирозданием управлял также человек был его отражением только в материальном мире и бог ему сказал весь мир твой но добро и зло не меня местами а дерево познания добра и зла не ешь от него все вот делай что хочешь мир твой вот тебе животные давай им название чек посмотрел говорит пусть будет вот это вот вот это вот масса бесформенная мамонт и вот он стал мамонтом это перешит пересказываю потом он ему показывает какую-то другую массу такую бесформенную а это кто он говорит это пусть будет олень бах она стала оленем ну и так далее то есть бог ему говорит делай мир как тебе удобно но добро и зло не меня местами это было как раз пардесе теперь есть люди как веленский гаон которые зашли вот туда на уровень сода тайна и он а так как царь соломон был мудрейший из людей он знал все уровни и у него была мудрость величайшего то есть если взять например вот мудрость человека да и мудрость котенка ну вот знание вернее не мудрость знания может котенок он мудрый но но знание у него мало у котенка так вот знание обычного человека из знания царя соломона примерно такая же пропорция то есть его знание о мире о том как работает мир было совершенно но не абсолютно не сцероизбриимо нашему виленский гаон он говорит что в книге мишлей в книге притчи есть очень прямо полностью она идет по соду, да, то есть он говорит вот тут видно, что вот такой вот тайна, вот тут видно такая тайна вот тут такая тайна, вот тут такая он, его комментарий был, он показывал где в книге Мишлей в коде, а еще интересно, что кабала, она работает с цифровыми значениями букв и слов и весь этот мир, это же матрица, это как цифровые, вот как компьютер вы сейчас меня видите, а по факту нет, это ноли-те-единички, как-то они летят к вам через время и пространство и в ваших компьютерах, телефонах они создают картинку, которая выглядит как я, но по факту это какие-то двоечная система, какие-то ноли-те-единички как они летают куда они летают, как это превращается в картинку, знают только программисты программисты, они с этими вот символами, они работают, для них для них то, что мы видим как картинку для них это набор каких-то символов а вот то же самое для каббалистов для них слово, которое мы читаем или идея, или предложение для каббалиста это это совершенно вообще другое вообще другое теперь, ну мы будем изучать Мишли как по пшату и по ремезу по пшату, по простому смыслу и по намеку именно это и называется книга Мишли то есть на русский переводят притчи но давайте разберемся, что такое Машаль первый отрывок в книге Мишли в первой главе звучит так Мишли, Машалим, примеры Шлома Бен Давид, сына Давида царя Израиля значит, по простому Машаль, пример это я говорю, вот это вот вот у меня стоит на старе бутылка она похожа на на ракету чем она похожа на ракету она стоит, высокая бутылка, полтора литра похожа на ракету но я привел ракету это как бы пример того, на что похожа бутылка понятно? еще, эта бутылка она давайте по-другому сделаем вот давайте я дам объяснение которое дает сразу сразу дает Раша он говорит, смотрите почему называется книга примеры Машалим вот царь Соломон много говорит про Ишазара женщина, чужая женщина женщина легкого поведения и так далее это, он говорит пример, намек на идолопоклонство есть служение Богу это как женщина хорошая богобоязненная честная жена честная а есть женщина легкого поведения которая изменяет которая, ну вот она только ну ведет себя некрасиво это говорит нам Раша что когда царь Соломон говорит в притчах про такую женщину он имеет ввиду идолопоклонство вот вам пример что такое притчи что такое Машалим что такое метафоры что такое примеры теперь книга называется первый отрывок звучит так Мишли Шлома значит притчи Шлома сына Давида царя Израиля говорит нам тогда Малбим в общем я не буду назвать им надо чтобы вас не путать говорят нам комментаторы говорят смотрите вот сейчас мы пойдем на уровень который называется Ремес намек да значит почему написано примеры Шлома сына Давида царя Израиля по простому ну Шлома имя сын Давида отчество царь Израиля должность ну все понятно теперь какой здесь скрыт намек давайте в глубже на один слой зайдем глубже Шлома откуда берется мудрость говорит Малбим откуда вообще у человека может взяться мудрость чтобы кого-то чему-то учить первое он сам может своей головой доходить до каких-то вещей или он может свою голову получать от Бога если он пророк это Шлома то есть он сам по себе был мудрец и об этом говорит его имя что это притчи Шлома который сам по себе был мудрец и получал мудрость от Бога второй источник мудрости у человека это кто это его папа или мама или папа и мама это его родители предыдущие поколения есть семьи в которых из поколения в поколение передаются какие-то особенные тайные установки у меня сосед например они с 1800 какого-то года владеют одной из самых больших компаний Тепперберг которые делают вино и я как-то на бутылке а он мой сосед прямо в соседний дом я как-то на бутылке прочитал что вот с момента основания компания руководит один из сыновей и в семье передается традиция которая передается от отца к сыну я его спрашиваю этого соседа говорю скажите есть такое он говорит есть я говорю расскажете он говорит расскажу вот мне нужно кстати у него я очень хочу у него взять интервью я с ним прям договорился уже но как-то у меня это выскочило из поля зрения это было где-то уже может полгода назад значит сын Давида мы все знаем что царь Давид жизнь свою посвятил служению Всевышнему он был царем он проводил много завоевательных войн он такое пережил написал 150 псалмов псалмы Давида все читают Мишли примеры шлома который сам был умный сына Давида пол книги это то что его учил его папа это то что ему передал папа это второй источник мудрости третий источник мудрости знаете есть такая мудрая поговорка народная с кем поведешься от того и наберешься и поэтому нас Тора учит чтобы сделать в свой дом собрание мудрецов и пылись в прахе их ног и пей их слова с жадностью скажи мне кто твой друг я скажу кто ты покажи мне какое твое окружение я скажу кто ты он был царем Израиля его окружали самые мудрые люди того времени которые были ну самые то есть у него был доступ к любым советникам к любым там ученым профессорам и так далее вот мы видим три источника мудрости царя Соломона это уровень номер два это намек то есть без без как бы глубины ты его не поймешь а по простому тричи Шлома сына Давида царя Израиля глубже он был мудрый сам по себе он получил мудрость от отца он получил мудрость от всех мудрецов народа Израиля того поколения что тут зашифровано сейчас мы дальше не пойдем но есть еще еще глубже уровень шифр то что здесь зашифровано потому что если мы посмотрим слово Мишли да слово Машаль на эврите и слово Шлома три буквы одинаковые МШЛ и Шлома Эш Шин Ламет Мэм одинаковые но в конце Мишли буква Юд а Шлома буква Эй Юд Эй это имя Всевышнего одно из имен Всевышнего то есть те кто знают все эти шифры они там такую глубину еще знают что мы пока туда не идем мы пока туда не идем значит дальше второй отрывок второй отрывок говорит нам царь Соломон следующую вещь для чего я книгу эту писал дальше идет второй отрывок для чего эта книга что она дает чтобы познать хохму божественную мудрость и мусар мусар это моральная дисциплина увещевания и чтобы мы поняли научились понимать в глубину слова бины слова логики логика это понимать вещь из вещи причина следственной связи выводы например можно взять есть индукция дедукция какие-то такие есть методы методы логики так вот бина дословно слово бина переводится строительство ливнот это строить бен это тот кого построил отец да теперь получается бина это понимать вещь из вещи в глубину значит даат это постигать картинку в целом хохма это исходные данные аксиомы потому что приходит человек например в ну куда-то он приходит да возьмем человека который маленький человек он еще ничего не знает он видит на столе лежат какие-то куски еды значит для совсем маленького человека он видит что оно похоже на еду куски еды но кроме слова еда ам-ам у него нет никакого никакого у него нет знания Нет у него никакой вот хохма. Хохма это аксиомы, как что называется. Первичные такие вот, как сказать, информационные блоки. Маленький человек, он говорит, ам-ам, еда. Постарший человек, ему объяснили, это рис, это рыбка, это овощи. Еще постарший человек, он говорит, о, так это ж суши, это японская еда. Еще глубже человек, он говорит, Япония возникла, уже там история суши насчитывает 5000 лет, Япония это остров, 120 миллионов населения, значит суши изначально, ну и так далее. То есть каждый человек подходит к картинке, к тому, что он воспринимает, с определенным количеством вот этих вот исходных аксиом. Поэтому царь Соломон говорит, Я вас научу, цель этой книги, Лидаат, чтобы вы познали, хохма это божественная мудрость, то есть это та мудрость, которая получена от Бога, то есть это аксиомы высшего качества, это аксиомы, которых нигде в другом месте нельзя найти, потому что это те аксиомы, которые были получены через пророчества от создателя мира. Но эти аксиомы, если их не объяснить, то их невозможно постигнуть, потому что ребенок маленький, он, если ему начать объяснять про Японию и про суши, он не поймет. Он вначале еще пока на уровне Ам-Ам-Еда, ему надо объяснить, вначале рис, потом рыба, потом овощи, а потом это все можно завернуть в слово суши и так далее. Теперь, получается, царь Соломон нам говорит, приготовьтесь, уважаемые слушатели. Дальше он нас всех будет называть сыновья, потому что тот, кто принимает мудрость от кого-то, он называется сыновым. И те, кто принимают божественную мудрость, они становятся все сыновьями для Бога. Это очень важная вещь такая, потому что Бог так и сказал, когда давал Тору, Баним Атем, сыновья вы, Леа Шемилок Ихем, для Бога Всесильного вашего. Получается, что у Бога все, кто постигают Тору и служат Всевышнему, они становятся как сыновья для Бога. Теперь, ледаат, хохмау, мусар. Значит, с хохмой мы разобрались, с датом мы разобрались. Мусар слово непонятное. Моральная дисциплина, красиво, на английском перевод слова сыврита. На иврите это мусар, звучит слово мусар. На английском морал дисциплин, такой красивый перевод. На русском переводят увещевание, мусар это увещевание и нравственность. Значит, само слово увещевание и нравственность требуют разъяснения. Моральная дисциплина более понятна. Теперь, если мы копнем в это слово его корень, на иврите слово мусар от корня идет леясер, давать страдания. Леясер. И еще от слова маасар. Маасар это тюрьма. Значит, что такое мораль для человека? Это тюрьма. Что такое моральная тюрьма для его животной сущности? Что значит моральные наставления? Страдания. Тебе говорят, ты неправильно действуешь. Тобой руководит твое животное или твои неправильные какие-то мысли. То есть, мусар, моральная дисциплина. Это когда я сам себя дисциплинирую. Мусар, как увещевание или нравственность, когда внешняя среда меня дисциплинирует и ставит в рамки, в которых надо себя вести. Значит, царь Соломон нам объяснит, чтобы мы познали вот эту именно божественную мусар, моральную дисциплину, как управлять собой. И чтобы мы научились леавин и мрейбина, чтобы мы поняли причину следственной связи и логику. Это смысл, значит, этой книги. Третий отрывок. Третий отрывок он говорит так. И в итоге, чего мы добьемся? Мы получим мусар аскель. Интеллектуальный мусар. Есть два типа мусара. Есть мусар, когда как папа сына своего наставляет. Он его иногда может наказывать. Также Бог, Меястреха, Бог тебе дает страдания. И есть Псалом такой от царя Давида, что счастлив человек, которому Бог дает страдания, чтобы привести его к торе своей, которая спасет в период больших действий. То есть есть у человека два варианта. Или он будет страдать от своих неправильных действий, потому что Бог так устроил систему, что если ты действуешь неправильно, ты страдаешь. То есть страдание неизбежно в этом случае, потому что человек, который не знает, как действовать, он будет получать страдания. Это еще когда-то был такой человек по имени Будда. Так он говорит, что все страдают. Жизнь это страдание. И он всю жизнь искал, как избавиться от страдания, но его методика, она как бы, знаете как, исчезнуть. Он говорит, для того, чтобы, двумя словами, буддизм это исчезнуть. Царь Соломонов говорит, нет, говорит, вы должны понять лакахат мусара скель. Вы должны взять из этой книги моральную, моральную дисциплину. Если вы выстроите себя по правильному пути, у вас не будет страданий. То есть целью этой книги является лакахат мусара скель, чтобы вы взяли вот этот вот интеллектуальный мусар, чтобы Богу не надо было вас бить там через неприятности, через боль, через болезни, через какие-то страдания. Ты сам себе интеллектуально делаешь наставления, ставишь себя в моральную дисциплину, ставишь себя в моральное ограничение, действуешь правильно, и у тебя нет проблем. Цедек, чтобы ты научился через эту книгу, Цедек это справедливость и милосердие, это правая рука, то есть человек должен быть милосердный, справедливый. Мешпад, суд, чтобы при этом ты был абсолютно прозрачно, честный и объективный. У Мэй Шарим и золотая середина, когда ты знаешь, что такое идти не по суду в сторону справедливости, в сторону, какая-то справедливость, но еще и милосердие. То есть вот ты смотришь на ситуацию, можно быть адвокатом, это называется милосердие, можно быть прокурором, это называется суд. И есть золотая середина, Мэй Шарим это прямой путь. Значит, итогом этой книги является, чтобы мы научились моральной дисциплине, чтобы мы поняли в три вот этих вот, две крайности, где в каждой ситуации путь милосердия, где в каждой ситуации путь суда, и где золотая середина, по которой лучше всего идти. И последний сегодня отрывок, дальше вы сможете прочитать, я думаю, что у большинства уже есть книги, советую эту книгу заказать. Если нет, есть бот, в котором можно изучать в Телеграме. Значит, четвертый отрывок, Латет Лептаим Арма. Следующая цель этой книги, дать наивным хитрость. Ленар даатумазима. И наару, подростку, дать познание, как мир работает, и хорошие советы, чтобы он не на своих шишках набивался, а чтобы он сразу взял хорошие советы. Значит, кто такие наивные? Наивные это люди, которые что вижу, то пою, что мне сказали, в то верю. Это наивные люди. И царь Соломон им говорит, послушайте, есть глубина, есть в любом деле причины, следствия, намерения. То есть, нельзя быть наивными, потому что если наивные попадают в злые руки, и в первой же главе он сразу нас обучает, как не попасться на хитрости злодеев. Это первый его как бы идет урок. Дальше, начиная с седьмого отрывка, он начинает уже темы разворачивать. Первая тема, которую он разворачивает, это как не попасться на хитрости злодеев. И он говорит вот этим наивным, будьте хитрыми, поймите, что люди не односложные, не все, что они говорят, это правда. И подросткам он говорит, подросток, это который еще у него неустойчивая система мировосприятия, он говорит, я вам сейчас показываю, как работает мир, и даю хорошие советы, как не набивая своих шишек, пройти вот этот сложный подростковый возраст. Теперь насчет хитрости, я сразу вспомнил интересную одну вещь. Значит, есть такой психолог, значит, книга называется «Психология влияния», написал ее Роберт Чалдини. Значит, был такой профессор социологии, которого все обманывали. Они, ему, приходит человек, ему втулил пылесос за 5000 долларов, приходит другой, Кришнаит, взял у него пожертвования на Кришну, которого он вообще слышит, про него не слышал. То есть, он не мог людям отказывать. Он был профессор, и при этом был наивный. И он, значит, он решил сделать то же самое, что сделал царь Саамон в Мишле 3000 лет назад, в притчах. Он решил написать книгу «Психология влияния», в которой он перечислил все методы, которым обманщики влияют на психику людей, для того, чтобы их манипулировать ими. Роберт Чалдини написал эту книгу, и написал, я написал эту книгу, чтобы люди могли защищаться от этих манипуляторов. Но, к сожалению, наивные люди книг не читают. Наивные люди смотрят телевизор, наивные люди смотрят интернет. Книги «Психология влияния» они не читали. Но все обманщики, аферисты, маркетологи, те, которые манипулируют, политики и так далее, все они эту книгу взяли себе как учебник. Поэтому еще более становится актуальным совет царя Соломона, что наивные, он говорит, научитесь с хитрости, поймите, что если вам что-то говорят с экрана телевизора или с любого СМИ, они все заряженные. У них у всех есть цель, им кто-то платит деньги. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы мы вот поучили Тору, чтобы мы изучили Мишли. Каждый месяц мы изучаем каждый день по одной главе. Мы успеваем за урок, в каждой главе примерно 30 отрывков, мы успеваем за урок пройти 3-4 отрывка. Но у вас есть еще впереди целый день для того, чтобы сегодня, 1 сентября, в День Знаний прикоснуться к настоящему, к такому прям божественному знанию в интерпретации царя Соломона. Поэтому welcome. Скачивайте бот, заказывайте книгу. И если вы в течение года каждый день будете изучать по одной главе, то у вас будет и мудрость, и моральная дисциплина, и хитрость, и осознанность, и все остальное. А вместе с этим самое главное, что это все знания от Бога. То есть намерение, если у вас намерение служить Всевышнему, и это вы воспринимаете как инструменты для добра, то Всевышний вам откроет все тайны мира. Если же вам это нужно, чтобы обманывать, то у вас, конечно, ничего не получится, потому что так оно работает в мире. Кто яму копает, сказал нам царь Соломон, в нее упадет. Поэтому все, кто ямы копают, они в них и упадут, а все добрые, хорошие люди, чтобы Всевышний в заслугу того, что вы к нему стремитесь и хотите выполнять его волю, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Все. Всем удачи, успехов, до завтра, и шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом.